Я был выпускник Московского государственного историко-архивного института, и я был драматург. У меня была поставлена пьеса в Театре юного зрителя. Об этой пьесе я хранил тогда множество замечательных рецензий. Никогда в моей жизни не будет столько положительных рецензий о пьесе и такого беспочадного страшного провала. Это одна из его граней, скажем так. Вообще театральная драматургия, не считая его исторических каких-то трудов, его лекций, его каких-то передач, каких-то совершенно замечательных. Он какой-то человек планеты такой. Наверное, мало есть чего-то такого, чего он не знает или о чем мог бы там не рассказать совершенно достоверно и точно. Это конкретная история. Это, конечно, любовь. Любовь движет вообще, если не всеми, то многими процессами в нашей жизни. Конечно, другое дело, что она бывает разной. Она бывает действительно плодотворной, какой-то счастливой, замечательной, лучезарной двигателем каким-то человека. Она может быть разрушительной, может быть тяжелейшим каким-то опытом в жизни. Может быть, последним глотком, может быть, желанием вернуть что-то в себе и при помощи этого чувства, может быть, возродить какие-то творческие потенциальные ресурсы. Возможно, это будет какая-то трогательная встреча и нежные чувства, и впечатление от этого чувства, и вырастут крылья, и будет падение, и будет разочарование, и какой-то горький итог. Мне кажется, что людям, которым будет более близка вот эта тема, именно тема любви, они, конечно, получат ее сполна в этом спектакле. Это, конечно же, творчество. Это же, конечно, муки творчества в поиске каких-то истин, вещей своей дороги. Это же, конечно, товарищество. Это, конечно, одиночество. Одинокий путь художника именно в своем творчестве и непонимании окружения даже самых близких коллег. Неприятие идеи художника. И мне кажется, это какие-то вещи, с которыми сталкиваются наши современные коллеги на сегодняшний день. В поисках каких-то форм, в поисках истин, в поисках смысла в профессии они сталкиваются с непониманием, с неприятием, с осуждением, с какими-то критическими высказываниями. И для человека, который занимается творчеством на сегодняшний день, это, конечно, тяжело. Так же, как и всегда было тяжело. Потом, моменты, которые сейчас снова возвращаются в нашей жизни. И мы можем говорить о чем угодно, где угодно, кому угодно. Возвращается, как ни странно, у нас есть хорошая фраза. Идет студенное время и пройдет только верняк. И, может быть, каких-то смелых высказываний, новых высказываний сейчас уже и не надо. Как ни страшно это будет звучать. Потому что можно как-то и по шапке получить, а можно и лишиться всего в одночасье за какое-то свободное словцо. В общем, все неоднозначно. Ну, вот, конечно, какие-то вот эти моменты, они будут проскакивать. Какие-то тонкие вещи, которые, мне кажется, будут очень узнаваемы на сегодняшний день. Все непросто, все и нерадужно. И проблема героя моего, это проблема, которой, наверное, ну, очень мало кому получается избежать, когда тебе там чуть-чуть более за 40 и далее, когда действительно начинается кризис у человека личностный. И это касается только мужчин и женщин. Если человек думающий, желающий что-то делать, желающий понять вообще смысл, который ищет, пытается. И, ну, когда не все равно, зачем живешь, что скажут, какой след оставишь, зачем ты занимался тем или иным делом вообще. Это кризис. И он обращается к какой-то катастрофе не только в профессии, не только в том, что ты делаешь, а в семье в том числе. Когда тебе уже что-то важнее, когда ты понимаешь, что времени все меньше и меньше, надо что-то успеть. А ты уже так зарылся в какую-то конъюнктуру и конформизм, и ты делаешь то, что там, делаешь на потребу публики. Это то, чего сейчас масса у нас в искусстве, и там, и в кино, и на телевидении, и в театре. Когда людям приходит, интереснее прийти просто там, ну, не знаю, посмеяться, отдохнуть, и все. И их никто не осуждает. Действительно, жизнь тяжелая. И действительно, конечно, прийти в театр и отсидеть 3-4 часа, посмотреть какой-то там сложный спектакль, еще думать. Ну, на какой черт кому это нужно? Действительно, люди приходят с работы отдохнуть. А это влечет за собой совершеннейшее облегчение смысла и задачи театра, вообще искусства на сегодняшний день. Потому что раз повеселили публику, второй раз повеселили, а потом она уже не захочет думать. Конечно. И все. И режиссеры, в том числе, тоже они являются заложниками этой ситуации. Потому что это успех, это, конечно же, гонорары, это признание, это замечательно, это аплодисменты. Все хорошо. Только потом, когда ты возвращаешься к истоку, к началу, к учебе, к мечтам каким-то о настоящем, высоком, святом искусстве, действительно, когда ты понимаешь, а что ты сделал, большая часть жизни прожита, к чему ты пришел. И когда ты хочешь кричать, разодрать себя в клочья и доказать себе, прежде всего, что ты живешь не зря, и ты можешь сделать что-то настоящее и важное, а ты уже настолько погряз в этих условиях, в которых мы сейчас стоим в нашем искусстве, искусстве, и ты уже не можешь, потому что ты уже занял какую-то абсолютно прочную, среднюю планку чего-то такого, вот, однодневного такого и совершенно делающегося на потребу публики. Это одна из главных проблем. И, конечно же, проблема семьи, проблема любви в семье, когда у человека кризис, и он понимает, а родные не принимают. На своем примере знаю, что самые родные, близкие, мамы часто не понимают, чем я занимаюсь. Вот по достоинству оценить, что такое дом, бывает объяснить, как бы почему-то устал, или в чем заключается труд. А у нас он часто заключается в том, что надо просто думать. Ты не можешь думать ни о чем больше. Ты идешь, вот просто, ты не смотришь по сторонам на дорогу, ты идешь, вот, как ударенный по голове. И ты думаешь, и ты думаешь о роли, о спектакле, и еще, а дальше уже потом, как бы, естественно, о смысле, а что это принесет. И в этом заключается труд, и не странные ли мы люди получаемся. Тяжело. И, естественно, и от этого есть тема в спектакле, что ближайший человек, супруга, ей не хватает, естественно, ее можно понять, не хватает внимания, не хватает заботы, не хватает любви, не хватает тепла в семье, потому что человек всем своим естеством, мыслями, душой, он не с ней. Он там, со своей картиной, со своими артистами, в своем кино, он где-то живет в своем мире. Это сложнейшие люди, и они сами от этого страдают, потому что они потом приходят к одиночеству, и не умению уживаться ни с кем, и с ними трудно. И их нужно понимать. Ну, они как дети, и это сложно. От этого потом хочется глотнуть воздуху, потому что тебя не понимает никто. От этого идет поиск, возможно, какой-то жадный, судорожный поиск какого-то чувства. Там опять пережить еще раз любовь. И самое интересное, когда ты встречаешь снова эту любовь, ну, как вот мой герой в спектакле, и когда казалось бы, что можно пойти на еще один круг, можно начать новую жизнь, можно дышать, жить счастливо и радоваться, а все приходит к тому, что человек понимает, чем новое будет лучше. Если бы он в этот момент воспоминали, что безумно любил супругу, на заре отношений, это были невероятные чувства. Бешеные, горячие чувства, и это все уходит, как бы безвозвратно. И как это удержать? Как сделать так, чтобы не остыло то, что горит в твоей душе по отношению к человеку? Как надо трудиться над этими чувствами, чтобы не ушла любовь, не ушло доверие, не ушла? Ну, там о страсти я не говорю. Это сложно, и обо всех этих проблемах мы будем говорить в этом спектакле. И, естественно, час расплаты не минуем, потому что в поисках истины, в поисках каких-то чувств, в поисках своей правды человек идет напропалую и не замечает, как обижает людей, как переступает через какие-то действительно искренние, настоящие вещи. И, возможно, в его понимании он, конечно, заслуживает и прощения, и всего, но уже не вернуть того, что ушло. Возродить в близких людях, в окружающих, в коллегах утраченное тобой доверие сложно. Это как от любви до ненависти один шаг, а от ненависти до любви полшага. Вот какую-то актерскую природу я в себе ощущал, ну, достаточно там с ранних лет. Мне никогда не хотелось быть режиссером. Никогда не хотел быть начальником, директором, руководителем. Не могу, потому что, ну, видимо, в силу каких-то своих человеческих качеств, я не могу просить кого-то что-то сделать. Ну, мне легче взять и сделать самому. Из какой-то тактичности, потому что там, ну, там или неудобно, или еще что-то. В режиссуре должен быть невероятный стержень. И как бы то, как мы говорим, что режиссер у нас, он, это такая ассоциация с тигром. С властным, действительно, с сильным человеком, который и с тобой, и не с тобой, который действительно одинок в своем пути, который делает свое дело. И это сложно, это сложно, потому что я вижу, как, к примеру, мой герой в пьесе, по сценарию, как он мучен тем, что он один. И то, что он хочет сделать и сказать, никто не поддерживает, его не понимают. И смотрит, как на умалишенного. У тебя есть движение вперед, когда ты созидаешь, когда ты делаешь, когда ты делаешь одну сцену, другую, потом это, как ты живешь. И потом начинается, там тернии, но ты их преодолеваешь. Потом ты совершаешь, загнанный в тупик, совершаешь поступок раз, вернулся назад к ним. Розенцы пишут, ты к ним, ты предатель. Так же точно я вижу зачастую, как у нас, отчего Юрий Владимирович Иоев, он просто рвет сердце в клочья, потому что очень много нас, 14 человек, и полотно спектакля, оно такое полифоническое, здесь такое варево. Одна сцена заканчивается, другая начинается, идет параллельно действие на всей площадке. Она вот практически, она занимает здесь все пространство, и везде в каждую минуту что-то происходит. И держать это, руководить этим невозможно. Я понимаю, что как только он занимается кем-то одним, там уже кто-то сидит ржет, кто-то уже пьет кофе, кто-то занимается своими делами, понятно. То есть, внимание сразу теряется. Приходится бросать здесь, там кого-то, там встряхивать, давать работать. И я смотрю на него, и он один, так же, как мой герой, один. В своем пути. И пока мы с холодным носом ходим, разогреваемся, он уже весь мокрый. Он уже весь красный, мокрый, он уже еле дышит. Потому что он болеет этим. И, конечно, глядя на него, смотришь и многое понимаешь. И по неволе, наверное, приходится перенимать какие-то вещи. Кроме того, что ты думаешь о сути, ты думаешь о своем каком-то назначении в этой истории, о своей кухне, чисто визуально ты заряжаешься от него вот этой энергией какой-то совершенно невероятной. Я не знаю, откуда он берет силы. И сколько он восстанавливается потом после постановки. Тяжело. Это труд какой-то колоссальный, невозможный. Невозможный какой-то труд, которого, как ни странно, кроме нас, коллег, люди искусства, мало кто понимает. Мы петрушки для всех сильных мер и всего. Вот что страшно. Они смотрят на нас, как на что-то совершенно несерьезное, взбалмошное, как какое-то распутное, легкомысленное. И это обижает часто. Поэтому я не знаю, по-прежнему, наверное, режиссером мне стать не захотелось, но в этой шкуре пожить в этом спектакле мне придется. А профессия-то такая, что если тебе нечего сказать этому миру, то и заниматься ее не надо. И как много надо знать. И если нечего сказать, вот можешь не заниматься, не занимайся, вот так лучше. Должна быть необходимость это все исторгнуть из себя, докричаться. Чтобы люди уходили потом из зала и они, ну, действительно, как говорят, не на часы смотрели, не на уходящий троллейбус какой-то последний, а чтобы хоть что-то осталось. А если с утра еще человек проснется и немного вспомнит о том, что он смотрел вечером, то тогда, ну, действительно, мы занимаемся своим делом, мы занимаемся и не зря. 14 человек, 14 потрясающих артистов нашего театра, которые, ну, таких редко встретишь на самом деле. Потому что в нашем театре такой невероятного масштаба доброты среди коллег я не видел ни в одном другом театре. И, ну, может, их не так много было в моей жизни, но то, что говорят о каких-то вот этих вот междуусобицах актерских, ну, театральных каких-то моментах, может, они есть, но они очень глубоко скрыты. Да ни от кого не встретишь никакой злобы, ничего какого-то такого, или зависти, по крайней мере, ну, не ощущается этого. И все работают, и все пашут, и всем интересно, и все невероятно профессиональные люди. Замечательно, ну, как бы, у нас такой ансамбль, у нас группа, банда. От молодых ребят, вот, Макс, разумеется, Настя Дьячук и Людмила Леонидовна Иванилова, считаю, как орифей нашего театра. Потом Женя Парамонов, это другое уже поколение. Наташа Коренная, невероятная Дима Прокофьев, они, ну, я, мы где-то уже еще одно поколение. Какие-то прям пласты. И мы чувствуем друг друга, мы понимаем друг друга, и мы понимаем, что мы делаем, зачем мы делаем, как мне кажется. Либо это я понимаю. Ну, нет, нет, это замечательно, и я горд вообще быть в этой компании. И иногда, опять же, не могу не сказать, потому что я не понимаю, как я стал артистом, потому что я был всегда стеснительным и невероятно скромным человеком. И мне иногда, я прям не кокетничаю, не кривлю души, мне иногда неудобно делать на сцене, ну, больше, чем остальные. Как-то, ну, что-то как-то хочется извиниться или, там, пригнуться, там, извините, я вот, у меня эта роль побольше. Мы, то у нас об этом речь не идет, какое-то, ну, коллективное какое-то творчество, как-то небанально звучит. И я очень рад и счастлив, что у нас так все получается. Художники, и все постановщики, и все артисты. Сколько переживает у нас Фиолета Петровна, потому что музыкальный материал невероятный, и его много, и выбрать что-то нужное, сложное. Мучительный процесс, в котором все очень достойно и действительно великодушно, и действительно с отдачей, и со смыслом существует. Нет ощущения, что мы здесь прозябаем или делаем что-то ненужное. Я все-таки надеюсь, что наш труд, он, ну, во всяком случае, не навредит никому. Вот, а если люди придут и найдут хоть в одной конве из нашей сложной истории что-то свое, понятное, родное, близкое, тревожащее, будоражащее душу и ум, то я все-таки в очередной раз буду убежден, что мы занимаемся своим делом не зря. Продолжение следует...